Привет мой дружок пирожок, да, это новый выпуск по Red Dead Unlin, и это не просто выпуск, а начало нового движения, как с Павликом в GTA Unlin. Мы вновь будем скакать на лошади вместе со Сникерсом, настоящей шоколадкой, а не жалким подобием, к тому же Сникерс старше и возможно опытнее. В этом видео мы начнем свой путь, и я расскажу какие препятствия могут встать перед вами, запуская Red Dead Unlin впервые. Не говоря уже про множество багов, нелепостей, и просто отвратительной механики. Мы не будем хвататься сразу за все, и это видео будет даже не гайд, а некое прохождение, я лишь хочу показать сколько можно заработать в первые часы игры, не закупаясь новым оружием, и не тратя деньги на какие-либо улучшения. Но первый же косяк, это лошадь, в подготовительных миссиях нам дают лошадь бесплатно, я не помню чтобы у меня возникали проблемы с этим, но у меня нет никакого седла, возможно это так и должно быть, но денег на это седло у меня тоже нет. Поэтому первые миссии придется выполнять на дряхлой кляче, лошади, которая выдается всем. У нее очень маленький запас здоровья и выносливости, поэтому далеко и быстро на этой лошади добраться невозможно. Но придется пока разъезжать на этом, а как динжата первой появится, можно будет прикупить хоть какое-нибудь седло. Ну и первая миссия так скажем в свободном режиме с Харли, ехал Сникерс на дряхлой кляче туда долго и все ради того, чтобы ничего не произошло. Нам просто дали еще несколько миссий с двумя концовками, хорошей и плохой. И уже после прохождения этих миссий в зависимости от концовки, появятся новые миссии. Поэтому если вы решили выбрать честный путь, то после прохождения всех доступных сюжетных миссий не забудьте подпортить себе честь, чтобы открыть новые миссии. Плохая у тебя честь или хорошая, на игру это никак не влияет. Ну и первая миссия из линейки миссий Земля возможностей, путь к спасению. Тут нам нужно определиться, оставить воров на железнодорожных путях, или же развязать их и отпустить. За эту миссию нам дали двадцатку серебра и просто нереальные копейки золота, то есть восемь сотых единиц. Следующая миссия, от судьбы не убежать, сказ о том как два законника проебали бандита и теперь нам нужно его вернуть. Эта миссия уже посложнее, но если люди адекватные, то эту миссию также быстро и легко можно пройти, причем используя при этом только лишь стандартное оружие. Дали за эту миссию чуть больше тридцати баксов и шестнадцать сотых золота, то есть поднять золотишко на этих миссиях довольно таки проблематично. Ну и последняя миссия среди этих трех. Любовь и честь. Тоже довольно муторное задание. Тут либо убиваешь всех и возвращаешь бабу к своему мужу, либо помогаешь куколду и слабой на передок прорваться через врагов, и сопроводить до безопасного места. Пока эта шкура не нашла кого-нибудь получше и также не слипалась от этого додика. Но Сникерсу было похуям, он ехал в повозке и ни о чем не думал. Баблишко он все равно получит. А получил он за это также шестнадцать золотых и почти двадцать пять баксов зеленых. После этого Сникерс наловил немного животных и продал их всех мясников тамблвиде. Там же он и прикупил седло на свою лошадь, после чего отправился в лагерь, который разбил неподалеку и принялся жарить мясо, ибо провиант нужен. А покупать его в магазине довольно таки дорого и толку от него намного меньше, нежели от жареного мяса. Пока что жарим просто мясо без каких-либо специй, ибо у нас их нет. И так сойдет на первое время. Единственный минус этого, придется открывать сумку и доставать оттуда еду, когда готовый провиант можно достать быстро из селектора. Теперь можно отправляться дальше, и чтобы вы себе там не задумали в Red Dead Online, вас обязательно что-то отвлечет. То миссия случайная, то логово бандитов, то нужно трехзвездочную шкуру продать мяснику, то выполнить ежедневное задание. Кстати о них, если вы играете каждый день в Red Dead Online, ну хотя бы понемногу, то я рекомендую пройти хоть одно ежедневное задание. Они накапливаются и через неделю, месяц, и так далее и получать более существенные выплаты и даже карты сокровищ. Например задание прыгнуть на повозку, плевое дело, даже никто не понял что произошло. Или же съесть 5 свежих продуктов, накупили яблочек, и кушайте пока за ушами трещать не начнет. Такие вот задания дают реально больше самородков, чем дрочильная миссия с множеством врагов и вероятностью слива. Ну а у нас еще одна миссия, к чему приводит мораль. Сразу могу сказать к чему, ни к чему она не приводит, только к собственным ограничениям. Для кого-то то что делаете вы, аморально, а для кого-то нормально, поэтому понятие мораль, довольно таки растяжимое понятие. И в одном обществе ты можешь быть уважаемым человеком, а в другом, обрыганным, у всех разные ценности, поэтому ни под кого стелиться не нужно. Не нравится тебе кто-то, послал нахуй, нужно тебе что-то от человека, узнай у него, может он тебе это дать или нет. А не пытаться на елку залезть и жопу не ободрать, ну это я что-то о какой-то хуйне, наверное опять деменция проявляется. Короче смысл в том, что мы расхуярили полную народу, и приволокли голову маршалу, а оказалось что голова не та. В общем пиздец. Но зато получили мы за это 32 сотых золотых и почти 70 зеленых. То есть в неплохом наваре по сравнению с предыдущими миссиями. Дальше я отправился к мадам Назар, ибо в самом начале мне было сказано, что сумку коллекционера я получу бесплатно. Ехал я к ней очень долго, в итоге после ее пиздобольства мне предложили выкупить сумку за 10 золотых. То есть по прайсу с учетом скидки на эту неделю. Я конечно от такого отказался, но это первая роль которую мы возьмем себе и прокачим по полной. А после уже займемся охотником за головами и торговцем вместе с самогонщиком. Пока что у нас цель добить задания, по крайней мере те, которые доступны для положительной части. И вот сейчас обратите внимание на шкалу выносливости лошади. Вот теперь у сникерса второй уровень доверия от его лошадки. Чем больше уровень доверия, тем больше здоровья и выносливости у кобылы. Но к этому мы еще вернемся. А пока нужно пройти миссию. Благородно и незаконно. Как-то не вяжется, не правда ли? Или это как в России сейчас типа карантин? Благородно? Да. Незаконно? Да. Ибо карантин, это режим ЧС. А при режиме чрезвычайных ситуаций государство на себя берет всю нагрузку и бизнес может получить компенсацию и не нести потери. А так как формально форс-мажора нет, бизнес будет расплачиваться за псевдо карантин сам. Отсюда вопрос. Зачем такое государство? Ой извините извините. Опять деменция. Какая Россия? У нас тут реддет анлина за окном да. Карантин. Короче отвезли мы плохого дядьку с коронавирусом куда надо и отправились снова устраивать свою жизнь. Получили мы за это опять нихуя, но мы дежимся. Тут Сникерс решил продать все спиженные стел безделушки, но скупщик отказывался принимать. То ли Рокки так боятся новых багов, то ли хуй пойми что. Но я успевал продать только один товар. После меня просто выбивало из меню скупщика. Так что пришлось попотеть, прежде чем продать весь вес. А так как Сникерс получил 10 уровень, на почте его ждала карта сокровищ. Откуда он ее благополучно забрал? Теперь немного о лошадке. Во-первых ее нужно переименовать, потому что мразь. А также прикупить чесалку, то есть щетку для лошади. Ибо они бывают грязные, а щетка чистит их и еще прибавляет уважение. Поэтому мы покупаем щетку и начинаем подкатывать к лошади, чтобы та не выебывалась, скакала дольше и дохла меньше. Самый простой способ прокачать доверие лошадке, это кормить, чистить и гладить все. Но также есть еще один метод, он более эффективный, но к тому же скучный и долгий. Если вам вот прям по зарез нужно прокачать доверие на максимум, то просто ведите свою лошадь. И ведите так долго, как это нужно, пока не прокачается уровень. Всего таких уровней 4. Поэтому даже самая дешевая лошадь может оказаться куда более выносливой, чем какая-нибудь арабская, которую купили только что. Вот мы качнули еще один уровень. Пока что этого достаточно. Вообще доверие само по себе может прокачаться. Вы в любом случае будете время от времени кормить лошадь, успокаивать и гладить. А у нас карта сокровищ, которую мы забрали с почты. Это местность, отмеченная желтой зоной, в которой есть сундук или сейф. Для тех кто играет с геймпада проще, так как геймпад начинает вибрировать. И чем вибрация сильнее тем ближе вы к цели. Также можно оглядеться с помощью меткого глаза. Золотистое испарение укажет на местоположение сокровища. И вот мы нашли его. Внутри может быть рандомное количество золота и денег, а также могут быть возможные тоники, лекарства, и даже различные рецепты. В этот раз мне повезло, больше одного золотого слитка и больше сотни баксов, это жирный улов. Иной раз бывает совсем печально, например 25 баксов и 0,05 золотых. Но и мы отправляемся к последней миссии, убить всех до единого. Последняя миссия только для тех у кого положительная честь. Если ее испортить, то появятся новые миссии. Но об этом уже в других видео. Это самая сложная миссия. И сложная она именно тем, что вы не можете себе пополнить здоровье. Тоники недоступны, а ваш типа защитный костюм. Ну да, он пробивается одним выстрелом в голову. Но зато можно пострелять из пушек. Ощутить себя артиллеристом до того как это стало зашкварным. А зашкварно все что имбаво, поэтому вспоминайте про мораль. В итоге с горем пополам мы добили этого джагернаута с дикого запада и все. Я играл примерно 3 часа. За эти 3 часа я заработал с помощью сникерса почти 4 золотых слитка и почти 600 баксов. Но баксов было больше. Ибо я покупал и седло, и щетку, и кое-какие продукты с тониками. Все это по мелочи. Ну и не забывайте, что сегодня было 1 апреля. И это единственный выпуск по Red Dead Online. И дальше я делать ничего не буду. А может на самоизоляции мне просто нехер делать и я решил топить по всем играм сразу. Не знаю что из этого получится, но что-то должно получиться. А на этом все. Всем бб, всем бг. Субтитры сделал DimaTorzok